Ну что же, друзья, мы продолжаем углубляться в наши таблички. Сразу хочу напомнить, что следующее, десятое занятие вы получите только после того, как это видео наберет более 65 лайков. Поэтому ставьте лайк прямо сейчас. Итак, мы с вами продолжаем изучать таблицы. И сейчас давайте я вас первым делом познакомлю с тегом, который называется th или th, как я его называю. В общем, этот тег, он ставится вместо тега td. Поэтому давайте мы возьмем первую строчку в нашей таблице и все теги td, которые в ней есть, мы просто-напросто заменим на тег th. Вот так вот он выглядит. Сейчас поставьте видео на паузу и поменяйте, пожалуйста, чтобы у вас тоже так было, как у меня. И давайте я сохраню страницу, откроем нашу табличку, обновимся. И обратите внимание, что все наши ячейки в первой строке стали с жирным текстом и текст начал выравниваться по центру. Поэтому смотрите, что означает тег th. То есть он задает заголовочные ячейки. То есть обычно они используются для того, чтобы задать заголовок для наших колоночек. То есть животное идет перечисление ниже животных. Описание, описание животных. То есть это специальные заголовочные ячейки. Поэтому всегда их используйте. Это семантически лучше. Конечно же при помощи стиля можно тегом td тоже задать жирный текст. Или вообще можно использовать внутри тег b, например. Давайте я тут напишу b. И вы просто смотрите пока за мной, не повторяйте все это дело. Ой-ой-ой, что-то я тут не то нажал. Insert нажал. Так, минуточку. Так, функция insert отключил. Так, давайте я размещу вот сюда тег b. И сохраню. Опять мы обновимся. И обратите внимание, тут тоже стало жирным. Но это просто жирный текст. А тут мы уже используем именно заголовочные ячейки и говорим об этом в поисковой системе. Поэтому используйте этот тег обязательно в своих таблицах. И теперь давайте двигаться дальше. Чтобы нам дальше разобраться с табличками, я предлагаю еще немножко увеличить наши таблицы. А именно, в начале давайте мы с вами добавим еще две колоночки. Колоночка 5 под номером будет жизнь называться. Так, жизнь. А колоночка 6 будет называться рекомендация. Рекомендация. Так, замечательно. И теперь давайте мы здесь тоже это все дело увеличим. Точнее, в каждой строчке получается нам сейчас необходимо добавить колоночки. Да, чтобы они тут отображались. Поэтому давайте мы здесь заменим. Так, один год пускай будет. Дальше. Так, что у нас здесь? Держать. Давайте напишем держать подальше от детей. Отлично. Вот эти две ячейки копируем и вставляем их уже в колоночки. Точнее, в строки ниже. Так, для человека и для попугада мы тоже сделаем. Вот так вот. Так, и здесь давайте мы уберем год, поменяем на 30 лет. И то же самое сделаем снизу. 30 лет. Держать подальше от детей пускай остается. У нас получается сейчас будет вот такая таблица. Я специально ввел одинаковые ячейки с одинаковым содержимым, чтобы дальше мы могли с ними работать. Так, теперь что? Теперь давайте мы заведем еще одного зверяка. Сделаем нашу таблицу побольше, потому что это нам пригодится в ходе изучения табличек. Итак, следующий зверек. Давайте мы назовем его хомякоид. Так, здесь мы напишем следующее описание. Хомяк андроид. Хомяк андроид. Точка. Пушистый. Пушистый с железными вставками. Запятая. Или нет, давайте точка. Разработка кибернетического холдинга. Упс. Вот такой серьезный холдинг у нас будет. Так. Упс. Замечательно. Так. Здесь что у нас? Цвет. Давайте цвет пускай будет на выбор. Ну, это все-таки андроид, да? На выбор покупателя. Так. Здесь получается характер. Давайте тоже на выбор пускай будет. На выбор. Специально делаем одинаковое. Лет продолжительной жизни давайте напишем, например, 5. И здесь другое уже описание поставим. Рекомендацию. Не мочить. Так. Запятая. Может бабахнуть. Ба-бах-нуть. Вот так. Сохраняемся. Смотрим на нашу табличку. Она стала немножечко больше, но это нам и надо. Итак, теперь смотрите. К чему все это было. Если мы обратим внимание, то у нас есть ячейки с одинаковым содержимым. Так вот. В теге table, точнее в наших таблицах, можно объединять ячейки с одинаковым содержимым. И сейчас мы это будем тренироваться с вами делать. Итак, первым делом давайте мы объединим вот эти две ячейки. И я сразу объясню, как это работает. То есть на выбор и на выбор. То есть одинаково, значит мы их объединяем. Поэтому сейчас смотрите. Что надо сделать, чтобы объединить ячейку? Мы должны добавить специальный атрибут, который называется либо rowspun, либо colspun. Так вот, чем эти атрибуты отличаются? Rowspun, он объединяет ячейки по строкам. То есть он объединяет ячейки вот так. А colspun, от слова column, да, он объединяет ячейки по столбцам. То есть понятно, да? Вот так это работает. И теперь смотрите. Мы просто-напросто выбираем, заводим здесь атрибут colspun. То есть нам надо объединить вот эту ячейку и вот эту. То есть объединить ячейки по столбцам. Поэтому мы заводим атрибут colspun. Так, colspun равняется и считаем, сколько ячейок нам надо объединить. Вот эту 1 и вот эту 2. То есть отсчет начинается именно с той ячейки, с которой мы хотим сделать объединение. Поэтому 1, 2, видим, стоит, да? И мы эти ячейки, получается, объединяем. Да блин. Так, 2, сохранимся, вернемся назад, обновимся. И обратите внимание, у нас здесь стало на 1 ячейку больше. То есть вот эта ячейка, она растянулась на 2. Получается, эта была смещена вот в столбик жизнь. 5 лет в столбик рекомендация. А не мочить может бабахнуть. Вообще выведена из таблицы. Поэтому нам вот здесь необходимо удалить вот эту ячейку. Потому что ячейка выше растягивается на 2 и ее дублируют, получается. Сохраняемся, обновляемся. И видим, вот что у нас в итоге получается. То есть довольно интересная штука. И теперь давайте двигаться дальше. Смотрите, у нас здесь еще остались вот ячейки по 30 лет и держать подальше от детей. Давайте мы их тоже попробуем объединить. И здесь уже идет, если вы заметили, объединение по строкам. То есть вот одна строка, две строки, три строки. Тут одна строка, две строки. Видите, да? Поэтому давайте мы сразу же объединимся. И здесь получается, что у нас 30 лет, да? Мы пишем уже атрибут не call span, а row span. То есть объединение по строкам. И пишем два. То есть нам надо объединить вот этот и вот этот. И соответственно вот эта ячейка перетянется на следующую строку и займет вместо этой. Поэтому вот эту ячейку нам необходимо удалить. Итак, мы идем ниже. Вот эта ячейка 30 лет. Видимо, она находится уже в другой строке. И мы ее просто-напросто удаляем вообще. Так, сохраняемся. Обновляемся. И видите, у нас ячейки обновились. И то же самое давайте мы проделаем для ячеек держать подальше от детей. Так, возвращаемся назад. Так, поднимаемся чуточку повыше. И видим, вот наши ячейки начинаются здесь. И у нас уже получается раз, два, три. Поэтому мы пишем атрибут rowSpan. Так, rowSpan. Так, и равняется значение его 3. Так, и соответственно вот атрибуты, которые ниже держать подальше от детей, мы должны с вами уже удалить. Так, удалить. И здесь, наверное, все, да? Ну да. Сохраняемся. Смотрим F5. И видим, вот как стала наша таблица. То есть здесь вот эти ячейки пропали, объединились. И получается уже вот такая у нас каша. Ну что ж, в принципе, на сегодня все. Занятий, как видите, тут информации было немного. Но следующий урок по таблицам у нас будет немножко обширнее. Потому что мы там разберем еще пять тегов, связанных с таблицами. И также нам, наверное, я подумаю, но скорее всего нам придется затронуть стили, потому что иначе я не смогу объяснить вам разницу между двумя там специальными тегами. И заодно мы уже затронем такие быть стили и оформим эту табличку более красиво. Поэтому ставьте лайки и ждем следующего занятия. Если сегодня наберется 65 лайков, то завтра я выложу для вас уже следующее занятие по таблицам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!